К решению проблемы перевода четырехлетнего сына в другой сад молодая мама Анастасия Новоселова подошла серьезно. Жительница Одинцова обратилась к президенту Российской Федерации. Владимиру Путину в ходе прямой линии с просьбой разобраться в вопросе. Были вторые, потом третьи, потом пятые. Я звонила уже в управление, сказали, что мест нет, ничего сделать не могут. После этого я написала гневное письмо в управление образования. Мне сказали, что можно добавить еще один детский сад, 79-й. Я его добавила и мне потом посоветовали уже позвонить Владимиру Владимировичу Путину. Решение перевести ребенка в другое дошкольное учреждение пришло после того, как Анастасия сменила не только работу, но и место проживания. Раньше маленький Ярослав посещал детсад в восьмом микрорайоне, где его мама, кстати, работала воспитателем. Путевку мы получили, но на другую сторону Одинцова. Добираться физически туда невозможно было. То есть на машине только, на машине пробки. Пешком в районе полутора часов занимала дорога в детский сад. В октябре мама написала заявление на перевод в детский сад номер 39. Это заявление было рассмотрено, было внесены данные в систему, чтобы ребенка направили по переводу. На тот момент основного комплектования не было, мест свободных не было, и поэтому мы не смогли перевести пока ребенка, но он продолжал стоять в системе на переводы. Вопросов, связанных с дошкольными учреждениями, много, и один из них – перевод ребенка из одного детсада в другой. Данный ребеночек имел место в детском саду, он был обеспечен местом в том детском саду, где мама работала в свое время воспитателем детского сада. В связи с тем, что мама перешла на другую работу, соответственно, поменяла место жительства, она обратилась в управление образования, написав заявление о переводе. Если бы не написала бы она заявление на имя Владимира Владимировича Путина, она 1 августа эту путевку получила бы. Единая информационная система устроена так, что сначала дают места детям, которые вообще не имеют путевки. Уже потом рассматриваются семьи с детьми, желающие поменять дошкольные учреждения. Теперь четырехлетний Ярослав пойдет в детский сад номер 79, расположенный недалеко от управления образования, а главное – в нескольких минутах ходьбы от дома.